Оу, прошел где-то месяц, пора выкладывать видео. Когда я готовился к Новому году, а потом отмечал, в определенный момент я задумался, а почему по Kings Bounty нет мемов? Существует ряд игр, скажем так, вечных. Их комьюнити до сих пор живо, к ним до сих пор разрабатываются моды, возможно, организовываются какие-то мероприятия, и по ним есть мемы. Причем совершенно не важно, сколько лет этой игре. Ей может быть 10, 20 или даже 30 лет, но она все еще может быть живой. Однако все мы, скорее всего, согласимся, что эти игры хорошие. Ирония заключается в том, что если вы вобьете в гугле Kings Bounty, то обнаружите, что про нее говорят прям как про мертвого. Ну, в смысле, или хорошо, или никак. Однако комьюнити этой игры фактически мертво. Несмотря на то, что я считаю, что игра эта довольно меметичная. Причем не только сама игра, но и то, что происходило вокруг нее и ее выхода. А также выполняем большой основной квест, о котором лучший игрок узнает в процессе прохождения игры. Скажем только, что связанным с мирозданием и черепахой. Типа, да, в игре есть черепаха, она связана с мирозданием, но суть передачи в том, чтобы прорекламировать игру. И продюсер из 1С говорит про черепаху. Типа, у кого в голове могло просто щелкнуть, что, О, игра про мироздание и черепаху! Черепаху! Что? Что? Зачем? Собственно, моя цель убедить вас в 5 видеороликах в том, что вы должны взять и продать ваши мемные акции с Тессой и Куканами, и на все ваши мемные шекели купить акции с этим проектом. Потому что, как мне кажется, если он стрельнет, то он будет долгоиграющим, так как база уже есть. И начнем мы с легенды о рыцаре. Что ж, фактически все началось во Владивостоке в 99-м году с компанией New Game Software и парой ее проектов, стратегии генералы и панельки. Точнее, на самом деле, фактически компании не существовало, а появилась она только тогда, когда ее участники стали взаимодействовать с 1С и разрабатывать космических рейнджеров, после выхода которых в 2002 году они переименовались в Elemental Games. Как я понял из-за того, что предыдущее название им показалось слишком детским, ну да, логотип прямо сияет взрослостью. После чего, как я понимаю, произошел какой-то раскол, появляется компания Катаури, и обе они идут своими дорогами. Нам, в свою очередь, интересно последнее. Компания Катаури стала разрабатывать игру Kings Bounty. Легенда о рыцаре. На движке с красноречивым названием Движок, на котором разрабатывались еще Санитары Подземелий. Санитары Подземелий – игра ролевая. А это значит, при выполнении боевых задач, ты сможешь посетить экзотические места, познакомиться с колоритнейшими персонажами, а при желании от души по ним пострелять. Что интересно, в начале разработки 1С, создававшие эту игру, не имели прав на использование названия Kings Bounty, а получили их уже по ходу разработки. После Катаури разрабатывает продолжение принцессу в доспехах и дополнение к ней перекрестки миров, стоящая как полноценная игра. И о них мы поговорим в следующем видео. Позже они начинают разрабатывать MMORPG Royal Quest, однако издатель 1С начинает влезать в процесс разработки, что не нравится основателю студии Дмитрию Гусарову, и он из нее уходит. И впоследствии расформировается сама компания. Кто-то уходит работать, кто-то фрилансить, как обычно. Однако для Kings Bounty ничего не заканчивается, и разработкой занимаются уже сами 1С. И появляется Воин Севера, у которого даже нет русской статьи на Википедии. Они же выкатывают темную сторону, и Невал выкатывает браузерную драчильню Легион. Чтоб вы понимали всю драму, Невал может быть известна вам по пятым героям и ящеру, который не даст вам камень. Камень я не дам. Ну и вернемся к рыцарям. В свое время ее пиарили как наследницу той самой. И чем же, собственно, была та самая? Kings Bounty фактически стала предшественником героев мечей магии, которых в будущем создаст та же студия. Однако, если в Героях мечей магии вы являетесь управляющим замками и различного рода армиями, все, чем вы управляете в Kings Bounty, это одним рыцарем, в распоряжении у которого есть одна армия, которую он себе нанимает, и с которой может ступать периодически пошаговые баталии. В Героях мечей магии ваша цель чаще всего захватить всю карту, когда как в Kings Bounty выполнить главный квест. В Героях вы можете отстраивать замки, которые находятся у вас в распоряжении, но все, что у вас есть в Kings Bounty, это жилища различных существ, расставленных по карте, в которых вы можете нанимать воинов, количество которых будет зависеть от вашей репутации. Чем вы более авторитетный, тем больше солдат сможете нанять. Иными словами, Герои мечей магии ближе к стратегии, когда как в Kings Bounty... Игра ролевая. Рыцарь от оригинала отличается... Ну, на самом деле много чем отличается, как минимум она не на досе. Но опуская всю эту тему с историями, лором, побочными квестами и так далее и тому подобное, хочется сказать, что в ней есть нововведение, которое впоследствии распространится на все игры серии, и которое отличает пошаговые бои в ней от пошаговых боев в Героях. Это Ярость. Условно, у нас есть поле, армия на ней, заклинания, которые можно использовать один раз в раунд, и вы пиздитесь. Постепенно, получая и нанося удары, у вас копится Ярость. My ass, my ass, my ass is on fire. И на эту Ярость вы можете вызвать духа, который захуярит свое заклинание. Отличается это от магии тем, что... Ну, Ярость копится во время боя, а мана во время боя тратится, и наоборот... Давайте уже играть. Вот оно, волшебная страна людей, эльфов, гномов, орков и всякой другой нежити. Во время создания своего персонажа у нас есть выбор между классами. Или класс воина, ориентированный на армию, или мага на магию, или паладина, находящийся посередине между ними. Мы возьмем именно его, потому что так удобнее. Еще можно выбрать имя. Ярмила Ваулин. Я думаю, этот парень добьется успеха. Ну и выбрать герб. Короче, то, от чего ничего не зависит. Далее нам вкратце рассказывают про лор. Король, который даст нам главный квест, фактически является младшим принцем. Старший принц в свое время предпочел короне просмотр аниме и съебался в лес. Поэтому, собственно, вся власть досталась младшему. А заодно и уважение к Лекуха Мудрый. Долгие годы ничто не омрачало правление Марка Мудрого. Беды обходили королевство стороной, и подданные искренне любили и уважали своего правителя. И лишь сам король был печален. Ему не дано было иметь детей. Наука и магия оказались бессильны, и тогда король обратился к высшим силам, богам Эндории. И его молитвы были услышаны. Само небо послало ему младенца. Ну, хорошо, что в то время не было ДНК-тестов. То, я думаю, король бы разочаровался. Ну, короче, впоследствии в будущем на королевство надвигается пиздец. Настоящие герои нужны во все времена. И сегодня в рыцарском храме заканчивают обучение молодые рыцари, которые станут гарантами стабильности и хранителями спокойствия в родной стране и мире Эндории. Короче, мы закончили полицейскую академию. И наше первое задание на последнем экзамене дать пизды драконов. В принципе, сделать это не особо-то и сложно. В принципе, сделать это не особо-то и... Есть только один момент. Он касается того, что во время боя показывают только сколько здоровья было отнято у отряда, но не количество самих юнитов. Из-за чего иногда приходится смотреть влоги битвы, потому что там уже указывается сколько юнитов убито. В общем, отпиздив дракона, мы получаем уже следующее задание отпиздить некроманта. И тут же нам показывается вариативность диалогов в этой игре. Ты... Мелкое... Ветки прокачки чуть позже. Нас отправляют на самое последнее задание. Найти закладку нашего учителя. В этом задании нам показывают, что оказываются на нашей стороне настоящие боги, и божественный свет всегда ударяют в какое-то говно, зарытое под землей, которое мы сможем впоследствии выкопать. Кстати, очень часто в фэнтези бывает такое, что в них огромное количество видов драконов. На любой цвет, вкус и сексуальную ориентацию. В этой игре видов драконов всего 4. Костяной, изумрудный, красный и черный. Однако тут очень много пауков. Простой паук, пещерный паук, ядовитый паук, огненный паук, мертвый паук. И в будущих аддонах появится еще и ледяной. Я не удивлюсь, если видов пауков тут больше, чем видов каких-либо еще существ. Что довольно удивительно, на мой взгляд. Одевшись по последнему писку моды из вещей, которые я насобирал в этом подземелье, и выполнив квест, я пошел прощаться со своим учителем. Поразившись нашим даром, препод назначает нас королевским искателем и отправляет к своему королю. После пояснения за шмот нам дают первое задание. Нам нужно найти плюгины. Плюгины это местная налоговая система. Условно говоря, местные жители покупают некие значки, которые впоследствии могут обменять на какие-то права. И казалось бы, либертарианский мир наступил, надо было только подождать, но в эти права входит откупиться тюрячки. То есть реально, в принципе, вы можете накупить огромное количество плюгинов и походу идти убивать и насиловать женщин и детей. Ну, закупившись всем необходимым, я отправился в путь. Естественно, ебланить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще я камушек говорящий нашел, под которым лежит клад, лучше бы нам его расколдовать. После завершения квеста получаем новый, узнать, нахуя старшему брату короля понадобилась королевская печать. Но опять же, старший брат подождет, тут у местных селян огромные хищные цветки расплодились, надо разобраться, надо, надо разобраться. Ну и давайте я пока вам расскажу о системе местной прокачки. После окончания боя или квеста вам начисляется определенное количество опыта. По достижению определенного количества опыта вам начисляется уровень. Пока все по классике. За получение нового уровня вам дают выбрать, какой параметр героя улучшить, а также выдают определенное количество рун силы, духа и магии, которые также можно найти и на карте, и получить за квест. За эти самые руны вы можете прокачивать ветки умений, соответственно, магии, духа и силы. К слову, это не означает, что умения ветки магии будут прокачиваться только за руны магии. Нет, обычно цены там включают и руны других веток, но просто ведущую роль будут играть именно руны этой ветки. Собственно, умения ветки силы касаются конкретно боя, силы солдат, защиты солдат и умений ярости. Ветки магии умения касаются, не поверите, магии, а именно, например, прокачка какой-то из школ, показателей магов в армии и возможность качнуть некромантию, позволяющую вам воскрешать определенное количество солдат. Ветка духа же касается всех остальных умений, например, разведки, показывающей сколько солдат в армии противника, или способности, позволяющие вам иметь в армии разных существ без штрафов. Есть там и некоторые экспериментальные умения, например, умения, позволяющие вложить 10 рун духа и получить в обмен 10 остальных рун силы и магии. Сделать так можно всего три раза. Или, например, умения, позволяющие вам увеличивать атаку ночью. Да, в Kings Bounty есть смена дня и ночи, и даже есть некоторые квесты зависящие от нее. Ну, а пока я выполнил квест по возвращению белого мишки в зверинец. Что-то у меня какая-то нездоровая херня с удержанием внимания, я кидаюсь от одного квеста к другому, но зато я могу нанимать мишек и расколдовываю тот самый говорящий камень, который, правда, оказывается наебкой, под ним клада никакого нет, бидор. Но зато эта история подняла мой интеллект. Ну и в той же школе магии я взял квест на обнаружение летописи потерянного города некромантов. Возвращаясь к фермерам и цветкам, оказывается, что гигантским растениям просто нужна вкусная земля. Короче, ее надо им удобрить, и тогда можно будет их спокойно отселять. Проблема решается подселением к ним коровы, и можно брать у крестьян второй квест. Оказывается, в деревне захиковал мельник. Надо сходить к нему и узнать, что с ним происходит. Внутри мельницы мы обнаруживаем нечто, что не выходит из дома, разлагается и воняет. Ну, короче, тебя, мой дорогой зритель. Расследуя этот вопрос, мы узнаем, что мельник превратился в это из-за мародерства на кладбище, а именно обнаружение определенного проклятого предмета, который впоследствии он продал разбойнику, и нам нужно его найти. Однако, этот квест обрывается ввиду моей непрокаченности. по-главному, ну, только по-бырому заглянуть в рядом стоящий замок, внутри которого обитает граф, который мечтает жениться на баба-лягушке. Заодно по пути продвинем квест про летописи некроманта, насмотримся на вариативность диалогов, ну, в общем, фактически ведьма просто спрятала эти летописи в каком-то склепе, и нам нужно найти этот склеп. Забьем пока на него. Возвращаемся к лягушкам. Волшебную лягушку мы находим, однако ехать графа она не хочет, поясняя это тем, что он поехавший. С чем я не могу спорить? Граф уже натаскал себе домой кучу заколдованных лягушек, по совместительству являющихся с сестрами данной лягухи, однако, как оказывается без обоюдного согласия, лягушки через какое-то время снова превращаются в лягушек. Ну, в смысле, принцессы превращаются в лягушек. Короче, если не сказали да, то изнасилование, типа она просит с ним разобраться. Едем пообщаться с ним по-мужски. Граф признается, что действительно это так, и у него теперь куча обычных лягушек, которых он стал держать в подвале, что в какой-то степени жутко, потому что да, типа это лягушки, но фактически это заколдованные женщины в подвале, что-то тут нездоровое. В общем, наслушавшись его охуительных историй, предлагая ему все-таки найти себе обычную женщину, на что он отвечает нихуя себе так можно было. В общем, граф предлагает нам найти для него приворотное зелье, чтоб ему было проще закадрить тян, в обмен же на это он отдаст нам лягушек. Идем за приворотным зельем к одной ведьме, которая живет в пещере и также хикует среди змей, потому что только они ее понимают. Я все больше стал задумываться о том, что страна людей это охуеть какое поехавшее место. В этой же пещере я сталкиваюсь с такой проблемой отряды змей равны мне по силе. Так как у меня нету сейчас духов ярости и никакой атакующей магии, то это означает, что скорее всего я смогу справиться с одним отрядом змей, но следующий отряд меня задавит. Поэтому я попытаюсь пройти это место по стелсу. забираем у бабки зелье и меня зажали. Акабольшевики змеи убивают моих крестьян да и вообще всех убивают, оставляя мне после боя только пару рыцарей до медведя и после я стараюсь быстро съебаться прямо до замка графа. И в этот момент я думал, что сейчас я спущусь в его подвал и просто возьму этих сраных лягушек и никто на меня без армии не нападет. Ха! Сейчас! Я натолкнулся на шутки Дмитрия Кравченко. Хуй там плавал? Дик Суэн, да? Я жду, чтобы ты это повторил мне в лицо. В общем, впоследствии я все-таки спасаю лягушек и отвожу их на болото. И главная лягуха мне говорит, какой я хороший, что она бы мне с радостью дала. Но я ей четко и отвечаю фу, какая мерзость, да никогда в жизни. И потом через какое-то время у меня каким-то образом в нунтаре появляется женщина. Вообще не представляю, откуда она там взялась. Ну, в каждой женщине должна быть загадка. Вот у этой загадка, каким образом она у меня появилась. Вот эти вот столбы, кстати, это блок первого короля человеческого, где он описывал местность и типа пригодна для проживания или нет и так далее и тому подобное. Если их все активировать, то что-то там можно я под конец игры про это забыл. Ну и раз уж я на болотах, раз уж я на болотах, то вот этот чувак это паладин, который когда-то поклялся, что до конца своей жизни истребит на этом болоте всю нежить и боги такие лол, хорошо ты бессмертный. Вот, он просит нас помочь ему с его делом, а именно деактивировать там какие-то кресты в склепах. Сделать это несложно, да и к тому же у меня появилось боевое сражаться с его стражей, а достаточно просто тыкнуть по кресту и вся нежить, которая в нем живет, сдохнет. Выполняя это задание, я также нашел и место, где спрятаны летописи потерянных некромантов или как их там, и моя женщина захотела детей. Как же ты блять вовремя-то, я по кладбищу сука хожу, я пизжу вампиров и некромантов, какие нахуй ч... Деактивировав все склепы и вернувшись к паладину мы узнаем, что оказывается в темных статуях расставленных на кладбище есть какая-то темная энергия и уничтожив их все, паладин наконец-то сможет быть свободным и спокойно умрет. Однако где-то на полпути паладин ссыкует и просит нас не разрушать все статуи и оставить его в живых и в принципе это весь квест. Все-таки все-таки добираемся до главного основного квеста и знакомимся с братом короля. Выясняется, что несмотря на то, что он отказался от престола и ушел в науку читай читай долбаные книги тянучку все равно хочется а перед ней надо оказывается понтоваться у тебя будет больше денег больше женщин а ежи поэтому ему собственно и нужна печать короля чтобы выебнуться в тренде умные схемы непонятно правда нахуя он отказался от короны тогда ну справедливости ради на самом деле сама баба его на это забайтила но это не просто так сделано там есть своя фишка берем у брата квест доставить его любовное письмо этой тянке и идем королю докладывать и получать новый квест на который опять немножечко забьем к слову мы достаточно прокачали чтобы помочь наконец-то мельнику и идем к тому чуваку которому он продал кольцо которое вырыл из могилы как оказалось этот чувак разбойник еще у него есть тянучка которую он это кольцо и подарил и она тоже стала зомби изымаем у них проклятое кольцо и относим в школу магии где нам говорят что это кольцо надо сначала усмирить с артефактами это обычное дело выглядит этот процесс как битва типа внутри проклятого артефакта с юнитами во главе которых находятся мини-боссы гремлины у которых до пизды жизней и они могут накладывать на вас дохуя магий и еще у них как раз иммунитет к молниям и всякой подобной хуйне расправившись с этими пидорами узнаем заклинание которое может превратить зомби обратно в человека и к слову оно может действовать как переключатель то есть произнеся его повторно вы можете обратно этого человека превратить в зомби спасаем таким образом мельника и рассказываем это заклинание разбойнику который придумал использовать свою девушку когда она в образе зомби как телохранителя а когда в образе девушки ну короче многофункционально у него женщина выходит в принципе чисто гипотетически мы можем ее спасти выкопив себе но я пока этого делать не буду собственно но какой смысл в этой игре заводить жен во-первых это артефакты у каждой жены есть свои ячейки под экипировку которые также можно использовать если допустим все ваши ячейки уже заняты во-вторых это то что женщины могут рожать когда женщина рожает ребенка она конечно теряет одну ячейку под артефакт но зато вы получаете деньги зародившегося ребенка и плюс ребенок сам дает какие-то вам бонусы и к тому же они вырастают согласитесь подобную концепцию использования женщин в игре уже не встретишь золотые времена были тогда еще можно было в своей игре поднимать проблемы расизма при этом не используя черных на самом деле эта херня в игре реализована не очень хорошо в том плане что рекламировалось это как то что можно будет с женой прямо общаться вести какой-то быт возможно так далее и тому подобное но фактически все сводится просто к двум фразам давай заведем ребенка которую можешь произнести первым ты а можешь дождаться пока жена сама попросит у тебя и фраза ты мне больше не нужна пошла нахуй после которой жена уходит и забирает одну пятую ваших денег и артефакта которые остались у нее в ячейке неинтересной реализации и гордиться за этой игре явно нечем собственно зачем я на болоте чтобы доставить письмо брат короля его тянки и тут мы встречаем какую-то неожиданную херню дело в том что брат короля познакомился с тянкой читая ее научные труды однако он очень невнимательный пидор и видимо не знал когда эти труды были написаны и оказывается что его возлюбленной несколько сотен лет уже престарелая женщина не хотела его расстраивать и при этом она не знала что это реально брат короля и поэтому она решила его забайтить на доставку ей королевской печати чтобы он просто от нее отстал но он оказался братом короля чтобы не расстраивать мужчину ну и видимо кунчика хочется она просит нас сходить к ее мамке и попросить омолаживающее зелье насобирав ингредиенты для этого зелья и сварив его с еще более престарелой женщиной мы завершаем этот квест где сиськи еще на болоте есть интересный квест с жабами суть заключается в том что у них тут свое своеобразное феодальное государство которое на самом деле неофициально эти земли принадлежат все равно королю но типа ладно я уж не стал их убивать к слову такие жаболюди появляются от собственно заколдованных принцесс я так понимаю когда их выебали обычные жабы потому что у нас с ней обычный человеческий ребенок хотя на мой взгляд было бы прикольно если бы тут были именно гибриды и ребенок был бы таким рептилоидом эй ну собственно суть заключается в том что на болоте живут три таких жабобрата два из которых имеют по замку и строят из себя таких феодалов а третий просто держит трактир и хочет чтобы от него отъебались но собственно сейчас мы разговариваем со старшим братом и он хочет поручить нам задание заставить признать среднего брата его сюзеренство не просто так нам приходится навешать ему пиздюлей но все-таки со скрипом средний брат признает себя вассалом однако его не утешает мысль что он оказывается чей-то подчиненный и он просит нас сделать то же самое с младшим нехотя но младший брат все-таки соглашается однако через какое-то время он нас просит чтобы мы сгоняли к старшему брату потому что средний какой-то уж совсем неадекватный в это же самое время средний брат просит нас побыть коллектором и убить одного разбойника задолжавшего ему кучу денег на что разбойник нам отвечает и просит нас просто инсценировать его смерть чтобы от него отъебались после чего мы приезжаем к старшему брату и средний собственно соснул уже получается три раза а ты думаешь что тебе по жизни не везет вот у тебя на глазах унизили жабу три раза да и к тому же он еще и долбоеб подумай к слову после решения проблем младшего брата короля можно порасспрашивать его о мироустройстве и получить немного информации которую постепенно по мере прохождения игры мы будем накапливать и так до людей эльфов и гномов в этом мире жили титаны на одном общем материке это пока все подробности мы узнаем чуть позже и еще шарайобы тупые и мир это огромная черепаха но тут я все-таки решил пойти по главному квесту но перед этим я натолкнулся на призрака который просит отомстить за его смерть к этому вопросу мы вернемся чуть попозже но в чем собственно заключается главный квест король послал нас в магическую лабораторию заполучить некое супероружие а именно шкатулку пандоры созданную в мире демонис это там где живут демоны в шкатулке этой и сидят некие духи ярости которые потом мы сможем использовать за ярость и о них чуть попозже однако во время выполнения этого квеста чувак который должен был нам выдать эту шкатулку заебал нас настолько что мы случайно активировали эту шкатулку и стали ее хозяином а это значит что отнять у нас ее можно только убив вот такие дела также после диалога с магом из лаборатории с ним можно пообщаться на темы мира истории мироздания и так далее и тому подобное собственно шкатулку эту привез в мир людей чародей Керус победив местного демонического повелителя и забрав ее как трофей шкатулка была создана для того чтобы ловить особо сильных существ и потом впоследствии подчинять себе Керус тут довольно важная историческая личность так как являясь королем страны магов он смог объединить все человеческие королевства в единое и остановить вторжение демонов зачитывать вам рассказы о магии я не буду потому что эфир хуир мана подношение богам все это и так из других фэнтези все это вы и так прекрасно знаете или можете понять интуитивно единственное что стоит рассказать о некромантии потому что для этого мира она играет довольно важную историческую роль что же нам известно что до людей эльфов и гномов боги создали титанов однако титаны оказались настолько охуенными пацанами что в определенный момент смогли превзойти своих создателей в некоторых сферах фактически на сегодня титаны являются такой альтернативой богам и например все шаманы обращаются именно к ним но так вот одна из таких сфер в которой титаны превзошли богов является некромантия увидев что творят титаны боги поняли что обосрались и собственно поубивали их всех и пересоздали мир заново далее чуть покодя при правлении некоего ларга леонара между людьми и эльфами случилась война человеческий король обратился за помощью к некромантам и те из мира мертвых тоже созданные титанами и в него отправляются все умершие души так вот некроманты из мира мертвых отправили к эльфам легионы мертвецов охуев от этого зрелища эльфы сдались без боя охуел от этого зрелища и король и после этого запретил некромантию была создана инквизиция которая гнала некромантов нахуй и некроманты все попрятались в мире мертвых однако через какое-то время они вернулись и устроили со всеми войну наслав на они живут в горах в более закрытой среде и в результате она распространялась у них довольно быстро и они довольно сильно от этого пострадали далее решил немного побродить в поисках квестов и по дороге встретил Питер у Питера такая проблема хотя какая проблема может быть у Питера вот ну ну серьезно ну так вот его пиздюк зачем-то съебался в пещеру пауков и нам надо его достать в принципе изи однако пиздюка успел укусить паук он отравлен после нахождения ингредиентов для противоядия воссоединенные батя с пиздюком наконец-то все-таки возвращаются к себе домой где окаменели все люди суровые питерские будни предположительно это из-за артефакта который какой-то мелкий пацан скомуниздил у местного друида узнаем у друида что этот артефакт надо усмирить и собственно изи возвращаясь к истории призрака за которого нам надо отомстить ранее я встретил дракона в замке который рассказал мне свою грустную историю когда-то давно у него была человеческая тянучка и они вместе друг друга любили однако впоследствии эту тянучку отбил какой-то человеческий пидор и дракон на какое-то время впал в депрессию однако не отчаялся и впоследствии возвел собственно этот замок и просит нас съездить к этой тянке и передать ей его сердце в знак своей любви фишка заключается тариться армией ну потому что придется пиздиться ну и заодно сдал королю квест и получил новый ну и собственно также вспомнил о существовании шкатулки ярости и то что духов постепенно надо пробуждать ну и первый кого мы пробудим это вот эту каменную херню это некое оружие из параллельного мира созданное из угасшей звезды чтобы убивать магов чтобы его пробудить ему надо доказать что мы можем убивать из ружья надо сначала научиться стрелять из пальцев бэнк бэнк еще в шкатулке обитает рептилоид он был представителем королей некогда вымершей расы как раз таки нашего мира которая появилась как он сам говорит сама произрастая семян жизни еще до появления богов в этом мире однако впоследствии пришли боги и решили их выпилить создав титанов титаны хуякнули вокруг ледниковый период и все рептилоиды вымерли кроме того что сидит у нас в шкатулке он оказался замороженным во льдах и таким его нашли демоны ну и собственно запихнули в шкатулку с его пробуждениями проебался аж два раза и фактически если бы этого не было то пробудить я его бы смог прямо на этом этапе игры фишка заключается в том что для того чтобы он проснулся его надо накормить определенными змеями или пауками и на тот момент игры я почему-то подумал что накормить означает убить определенное количество этих существ и проблема заключается в том что я зачистил все болото и этих змей и пауков у меня под рукой сейчас не было однако впоследствии в будущем я пойму что блин для того чтобы его накормить достаточно просто купить этих змей и поместить к себе в армию а после выбрать нужную реплику в диалоге вот такое тупое еще есть ледяная женщина когда-то в своей жизни она проебалась и в результате единственный способ поддерживать для нее свое существование это быть астральной проекцией создаваемой ее троном она из параллельного мира техномаг этот параллельный мир в разы более технически развит чем наш из-за чего иногда он нас будет подстебывать ну как иногда сейчас в диалогах и когда мы будем выполнять ее квест и все тут больше нет общения ни с духами ни с женами собственно касаемо ее квеста он привязан к определенной точке мира поэтому сейчас мы его никак выполнить не сможем и последний дух это жнец у которого есть одна довольно классная способность но опять же его квест по пробуждению привязан к определенной местности поэтому открыть мы его сможем не скоро собственно жнец это сторож храма времени такой херни находящийся между мирами в которых хранится другая херня из разного рода миров где-то он тоже проебался и в результате у него из храма украли шкатулку и запихнули в шкатулку его самого возвращаясь к квесту с призраком сначала я решил пообщаться с бабой и передать ей сердце дракона собственно увидев это сердце она сразу же смоталась к нему и теперь мы можем пообщаться с убийцей оказывается у умершего барона и уже его бывшей жены родился сын но это сын не от умершего барона а от дракона я даже не хочу спрашивать как учитывая то что дракон большой а женщина маленькая ну типа пофиг пофиг но тут загвоздка в другом убийца предлагает не убивать его а убить призрака в обмен на гораздо более крупную сумму нежели может предложить призрак в диалоге у призрака можно попросить сумму поднять но он не сможет ее поднять выше чем это сделал его убийца соответственно возникает дилемма и вот знаете сейчас на меня смотрят фактически мои подписчики да и к тому же у нас есть шанс посадить на трон фактически рептилоида сына дракона и простой женщины знаете в этом мире есть вещи гораздо более ценные нежели деньги поэтому убийцы пизда правь мудро юный рептилоид ну а мы отправляемся по главному квесту там же мы встречаем орка с гигантской черепахой из слов которого можем понять что он хочет захватить мир при помощи гигантской черепахи но на самом деле он просто тупой и невнятно излагается после чего начинается босс файт и как выглядят битвы с боссами в этой игре во первых вам недоступна ярость то есть она копится на шкатулку ярости вы использовать не сможете так же будет и в остальных частях игры во вторых перед нами одна огромная хуйня которую вам нужно отпиздить и у которой до пизды жизни обычно боссы так же умеют кого-то призывать но это самый простецкий босс и он так не может у босса могут быть какие-то еще супер атаки которыми он может хуярить по всему полю и так далее и тому подобное как это обычно у всех боссов во всех играх еще боссы могут перемещаться по полю при каких-то условиях но обычно они стоят на одном месте в принципе черепаху можно легко завалить если у вас например куча лучников потому что она не умеет никого призывать она не умеет ходить по полю в общем ее можно долбить просто стоя на месте ну и кстати во время битвы с боссом работает магия зачмырив маленькую черепашку мы возвращаемся к диалогу с орком который просто смотался чуть позже мы узнаем что оказывается черепашка была во власти магии орка и сейчас она свободна колдун отнял у нее нечто важное и она просит нашей помощи мы заключаем с ней магическую сделку по условиям которой в случае если мы увидим колдуна то сможем призвать черепашку к себе а если она увидит колдуна то соответственно сможет призвать нас и улетаем домой далее король нам рассказывает что наши отношения с гномами стали более напряженными и они стали нападать на наши шахты королю нужны карты шахт и они есть у одного из пиратов на островах свободы куда он нас и посылает чтобы добыть эти карты острова свободы в королевстве это достаточно интересное место как я понял ранее это были спорные территории между другими королевствами и однажды один из королей предложил устроить там такой своеобразный гулаг он просто скидал туда всех преступников и дал им свободу действий сначала преступники стали палить друг по другу но впоследствии они смекнули и устроили свой анкопистан ныне этот анкопистан является вассальным государством Дариона то есть фактически на самом деле король считает эти земли своими однако он также признает что его полномочия там не распространяются и единственное их отношение друг с другом это то что острова свободы платят налоги основному королевству налоги эти большие и пока они собственно их уплачивают королевство их не захватывает про законодательство на этих островах свободы говорится то что фактически острова свободы это действительно острова свободы на самом деле если бы Kings Bounty не умерла как серия мне было бы интересно увидеть игру про историю этих островов потому что ну подумайте сами это фактически наверное какие-нибудь клановые войны в самом начале что-то подобное становление местного губернатора возможно это было бы что-то интересное из России в Украину скачем-скачем на дельфинах кто не скачет тот в Москве за границу на спускай на самом деле локации островов свободы да на самом деле все локации которые находятся за границей человеческого государства мне не особо нравятся просто потому что они устроены как лабиринты получив информацию от губернатора что чувак которого мы ищем прячется и что на островах у него есть баба на которой он собирался жениться и чувак который его недолюбливает и возможно они оба знают где он находится мы отправляемся на поиски к слову во время поисков меня наебали дело в том что я купил ключ за 20 тысяч золотых который должен был открыть сокровище какого-то пирата однако оказалось что этот пират просто заколдовал свой склеп и когда его открываешь этим ключом он воскресает но в будущем его можно будет отпиздить далее я нахожу другого пирата который по карте сокровищ добрался до пещеры но войти в нее он ссыкует потому что там написано какое-то проклятие внутри оказывается сокровище и просто нежить которая довольно легко выносится ну и собственно по выходу я говорю бандиту гуляй вася на что он злится я его заламываю и гуляй вася возможно я обошелся с ним довольно некрасиво но посмотрите на это с другой стороны во-первых я выполнил его работу и в эту пещеру я бы зашел все равно во-вторых я изначально не желал ему зла я зачистил пещеру забрал лут и просто хотел пройти мимо него но он сам на меня напал плюсом это бандит возможно он ограбил довольно много людей возможно даже кого-то убил так что ну да я козел согласен зато я козел с деньгами а он нет и я так уже смотрю прошло примерно 40 минут и что я хочу сказать мы продвинулись примерно на одну треть не переживайте я рассказываю вам происходящее событие все равно вырезая некоторые моменты то есть я проходил гораздо больше квестов и читал гораздо больше диалогов за этот момент но просто часть как мне кажется скучных я вырезал сейчас все пойдет быстрее ну вот например довольно интересный квест есть батя у него есть 3 сына батя умирает и просит нас за место него выбрать достойного кандидата на хозяина земель естественно делаю я это не просто так а спрашиваю у братьев что они мне дадут взамен того что я выберу их младший мне предлагает карту сокровищ указывающий на то где зарыт крупный бриллиант про который на самом деле в будущем я вообще забуду и выкопаю случайно старший отвечает что просто оставит меня в живых уебок одним словом не отдам ему ничего средний просто предлагает деньги но на самом деле он даст довольно малую сумму поэтому я выбираю ну и пишу старшего брата потому что уебки должны страдать собственно находим невесту с того самого пидора которого нам надо найти по заданию короля и к слову с ней потом в будущем будет связан один из боссфайтов узнаем у нее что оказывается она невеста немного не по обоюдному согласию а просто потому что она проиграла себя в карты таким образом в принципе намекаем ей что сможем решить ее проблему и она нам говорит примерное нахождение ее хахаля к слову за время моих странствий моей армии немного предела и мне пришлось нанять местных пиратов и берсерков и проблема заключается в том что берсерками всегда управляет компьютер неважно в вашей они или в чужой команде чуть позже нашел один из своих самых любимых юнитов это проклятые привидения они что-то наподобие вампиров из четвертых героев то есть знаете когда вампиры наносят урон вражескому отряду их количество в их отряде может увеличиться только проблема заключается в том что в героях не было лидерства а в кингс баунти оно есть таким образом если купить этих юнитов по максимуму то ваш бой будет выглядеть примерно так привидения кого-то бьют вы теряете контроль над привидениями весь бой привидения творят какую-то хуйню и тут вы конечно спросите но это же неудобно почему они твои любимые юниты а я отвечу потому что в случае если вы потеряли их определенное количество в одном бою вы всегда их сможете восполнить в другом в условиях исчерпаемости юнитов внутри их источников это очень полезное свойство таким образом привидения у вас не закончатся никогда то есть чтоб вы понимали если вы будете много тратить пиратов то в определенный момент может случиться такое что в их убежище где вы их нанимали их попросту не останется и юниты в этой игре не обладают приростом то есть все вы их все потратили вы не сможете их больше купить с привидениями такого не будет привидения будут у вас всегда но да когда их максимум они бесполезны чуть позже я встречу еще один квест зависящий от времени суток дело в том что этих пиратов проклили и теперь каждую ночь они превращаются в нежить и если до ночи поговорить с ними то можно будет принять их квест а если после то на вас нападет нежить собственно все что они просят это взять индульгенцию но это можно сделать только уже на земле людей поэтому это будет еще не скоро вот еще хочу вам показать забавную байку касаемо лора этого мира есть такое божество канатас и оно было довольно непопулярное и однажды оно пришло к варварам и попросило чтобы они ему молились варвары сказали что он лох тогда он снял свою голову и начал их пиздить охуев от этого варвары сказали что ладно ладно мы будем тебе молиться только не пизди нас пожалуйста и собственно да на этих островах можно найти голову этого бога еще кстати хочу показать один момент который мне немного непонятен это башмак титана сохранившийся башмак титана и под ним находится строение титанов которые сейчас являются музеем под башмаком это какое-то предсказание города под подошвой собственно у местного сторожа музея мы можем узнать некоторую информацию о лоре мира а именно о титанах например раньше мир в котором мы находимся был закрыт от других миров однако титаны зачем-то его открыли хрен его знает зачем может быть они рассчитывали перемещаться между мирами или торговать почему бы и нет но оказывается причина того что в этот мир периодически вторгаются демоны а также в нем поселились драконы да драконы из другого мира это собственно титаны второй момент касается поочередности появления рас а именно первой расой после титанов были не эльфы ими были орки а точнее орков создали сами титаны собственно они до сих пор им и поклоняются и еще я нашел того пидораса который наебал меня на деньги и собственно больше он никого не сможет наебать на деньги и вот мы уже практически подбираемся к тому пирату которого нам надо найти но для того чтобы к нему пройти нам нужен пароль который знает этот пират и он скажет нам его в обмен на одну услугу тому пирату мы должны отдать черную метку в шахте где он сидит куча гномов-рабов кстати и это важный момент для игры и у одного из них я купил случайно жареную крысу окей ну и собственно тот самый пират оказывается слишком борзым и требует деньги за эти карты и знаете с одной стороны конечно денег у меня жопой жуй и в принципе для меня это не просто не проблема а копейки но с другой стороны мы несем слово короля и не гоже нам прогибаться под каких-то разбойников если король сказал что ему нужны эти карты значит королю нужны эти карты и в итоге он огреб и казалось бы что все больше меня на этих островах ничего не держит но нет кракен да моя жена будет против но во первых годы ее уже не пощадили отношения у нас не те а во вторых я хочу пиздить кракена тупая женщина я хочу пиздить кракена пошла нахуй я хочу пиздить кракена собственно кракен представляет из себя такую огромную хуйню щупальцами и эти тентакли надо все по очереди уничтожить этим же щупальцами он может бить а также он спамит много рыбы много рыбы много рыбы много рыбы кстати лол у лягушки реплик больше чем у женщины ну в общем поздравляю вас мы официально стали мужчиной даже если вы женщина вы стали мужчиной теперь можем возвращаться обратно в королевство ну в общем мы приносим эти карты королю и вместе с ним еще узнаем что оказывается у пирата и разбойника у которого тянка с кольцом превращающий ее в зомби какое-то дело по работе торговли гномами и нам надо к ним съездить и оказывается оказывается что когда-то очень давно этот разбойник напал на какой-то гномий обоз и оказалось что там перемещались гномьи послы и этих пленных уже гномьих послов ему приказали убить но ему их оказалось жалко и он просто продал их в рабство то есть фактически гномы начали войну с людьми из-за этого разбойника в итоге король нас срочно отправляет в гноми королевство чтобы заключить с ними мир и я не люблю эти локации потому что это еще больший лабиринт по пути мы отпиздим зачинщика всей этой херни с гномами и давайте я вам пока его пизжу поясню за гномов гномы это такая технологическая раса в этом мире они отказались от магии и полностью ушли в технологии отказались они от магии потому что когда-то давно у них маги открыли портал и этот портал оказался в демонис гномам прорвалось огромное количество демонов и они стали их пиздить кое-как гномы соорудили ворота закрывающие этот портал но портал закрылся не полностью и периодически случается такое что он открывается собственно такие дела разобравшись с преступником мы отправляемся в страну гномов и где-то тут мы можем пробудить ледяную бабу тут же будет квест которым в свое время проружали все уши во всех рецензиях суть заключается в том чтобы расставить значки на замке так как это показано на рисунке и делается это все на глобальной карте уводит мозг еще тут есть гном у которого потерялась дочь ее можно будет найти и взять себе в жены ну и она будет давать преимущество гномам так как мы на гномных землях то это довольно актуально и еще и свой босс которого мы отпиздим чуть позже но все-таки в итоге мы доставляем мирный договор до гномов и король ставит нам условия какой-то долбоеб опять открыл портал демонов и замок с его сыном захватили соответственно нам надо его освободить ну и что касаемо замка естественно он соснул как могло быть иначе на легком уровне сложности освобождая этот замок мы также пробуждаем самого последнего духа ярости и наконец-то имеем возможность докачать его до способности которые на самом деле довольно пиздата за это также мы получаем у короля довольно неплохой молот особенно на гноме в землях но проблема заключается в том что он очень часто будет ломаться из примечательных квестов тут можно обратить внимание на квест сопровождения его суть заключается в том что надо просто защитить одного гнома от разбойников идущего домой еще есть квест в ходе которого надо будет собрать ингредиенты для пива но прикол заключается в том что когда вы до них будете доплывать вас проглотит рыба и внутри этой рыбы будет жить диаген у которого можно будет купить клевое заклинание кстати в одном из интервью разработчики Катаури рассказывали что изначально у них в игре должно было быть заклинание общее замедление но впоследствии они передумали его добавлять потому что скорее всего все бы игроки просто начинали бы бой с него и тогда пропало бы какое-то разнообразие но вот и получил заклинание Гейзер угадайте с какого заклинания я всегда начинаю бой ну а теперь самое время пиздить паука игры для идиотов блять ты всираешь на их нахуй время и все паук как и кракен спамит других мобов в основном это не поверите пауки причем ядовитые в отличии от кракена у которого каждая щупальца имела свою жизнь и надо было уничтожить все эти тентакли у кракена жизнь одна но при этом каждая его нога может получать урон и то есть как я понял прокаченное заклинание молнии довольно эффективно также паук периодически может перемещаться из одного места на карте на другое но в целом результат ожидаемый ну и последнее наше дело которое нас тут удерживает это дочка одного гнома которую надо было спасти но тип нет нет собой брать ее не буду да у меня сейчас куча гномов в армии нет нет не буду я все не настолько плохо я лучше выкуплю и возьму себе в жены бабу зомби и не буду ее превращать в человека потому что на эльфийских землях я собираюсь отыгрывать за некроманта собственно в чем рофл мы приезжаем к королю а он нам говорит что у него дочь украли эльфийские послы и соответственно мы отправляемся сразу к эльфам у эльфов локации более терпимые но вы не поверите у них есть локация лабиринт большая часть квестов у эльфов довольно скучные поэтому я не буду игнорировать только главный квест и квест связанный с древом а вообще раса эльфов мне не нравится и кстати Дмитрий Гусаров со мной согласен если бы в этом мире вы были одни эльфы получилось бы что в мире живут одни зомбики скучный архетип для ебаных мэрисию ну серьезно в игре они еще большие пидорасы их послы пиздят королевскую дочь потом еще просят главного героя выполнить какие-то их задания и только потом идут на помощь людям охуенно помяните мое слово за эльфов играют пидоры чуть побродя по их землям я кстати нашел того самого орка который нападал на меня с черепахой ну я не растерялся позвал черепаху она забрала то что ей нужно и в итоге потом мне дается выбор отпустить орка или убить и собственно обычно я выбирал отпустить но сейчас я такой сижу и думаю типа а какого хрена собственно пусть и гребает еще тут кстати есть возможность освободить замок и после жениться на эльфике но типа во первых я уже избрал путь некроманта во вторых ну бля мне не нравится эльф я уже сказал типа я короче это типа фэнтезийный расист антиэльфист так сказать типа ты ты не женишься на ней только из-за того что у нее длинные уши да блять я не женюсь на ней только из-за того что у нее длинные уши хотя бы ни хуй собственно древо жизни настолько старое что повидало всякое говно его пытаются срубить орки и мы должны их прогнать в принципе сделать это не так сложно и вопрос не только в сложности игры но и в том что в каждом отряде всего по одному орку после нашей помощи оно дает нам росток древа жизни и мы должны его посадить в мире мертвых возвращаясь к главному квесту ну собственно валился я к эльфам в замок узнать по поводу пропавшей дочки короля а они начинают мы не будем с тобой разговаривать бла 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 сначала освободи душу нашей королевы бла 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 которая заточена в кристалле тьмы в мертвом мире бла 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 пидорасы говорю же ну собственно мир мертвых и тут мне придется немного задержаться за время моих скитаний и попыток набить авторитета меня успели загипнотизировать и в итоге мне пришлось найти одну книгу по заявлению которая она расправила плечи и съела своего хозяина кстати а как можно назвать процесс когда книга зла спамит книгу зла это можно показывать на ютубе меня не забанят также мы можем найти древо смерти уничтожить его и на его месте вырастить древо жизни после чего она подарит нам одно заклинание которое могло бы быть им бой если бы у меня не было бы других заклинаний а именно молнии гейзера ну и к тому же большая часть моего отряда уже состоит из нежити поэтому на самом-то деле оно мне не нужно возвращаясь к главному квесту собственно вот некромант которого мы должны отпиздить в принципе бой не особо сложный если бы не одно но кристалл тьмы который надо уничтожить проблема заключается в том что кристалл тьмы это такой мини-босс у которого также неограниченное количество маны и при этом есть заклинание зов некроманта которым он пользуется постоянно то есть условно говоря он может воскрешать отряды врага и наши отряды переводя их на сторону нашего соперника бесконечно и это будет проблемой как еще одна проблема у самого некроманта в два раза больше маны чем у нас и больше количества отрядов как же нам победить кристалл однажды я обратил внимание на то что если какой-то отряд станет на место где умер другой отряд то этот другой отряд нельзя будет восстановить прикол тут также заключается в том что если все отряды у некроманта выведены из строя то он не может ходить то есть все игра считает что мы его победили и дальше нам предстоит просто пиздить кристалл однако как вы уже поняли его количество отрядов превосходит наше то есть на все такие места мы встать не сможем однако у некроманта есть некроманты вот наша задача постараться вывести из строя первыми некромантов и впоследствии их воскресить таким образом мы сможем три раза использовать заклинания воскрешающие другие отряды бесплатно так и победим когда мы возвращаемся к эльфам пробудившаяся королева рассказывает нам что в итоге дочь короля спиздили на самом-то деле орки орки находятся по другую сторону лабиринта в котором запечатаны драконы из-за того что когда-то давным-давно у них появился злобный король который требовал от эльфов жертвоприношений ключ от этого лабиринта находится у гномов однако этот ключ в итоге спиздили демоны и мир демонов в разы более ненавистное для меня место нежели королевство гномов просто просто давайте я вам это обрисую вот вы на одном летающем островке и вам нужно переместиться на другой вот лифт который может это сделать и как будет происходить это перемещение вжух 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 а фиг вам придется сделать пересадку на другом островке это ведь так логично в демоническом мире мы встречаем архидемона Баала того самого архидемона которого отпиздил когда-то король объединивший всех людей и к слову меч которому он его отпиздил можно будет найти в этом же мире но мне просто лень ну и кстати из-за него в будущем случится конфликт в принцессе в доспехах но об этом в другом видео сейчас нам от него нужен ключ от портала демонов чтобы наконец-то закрыть проход демониса к гновам и снова сделать их стронго кстати после своей смерти Баал становится духом классика и еще не знаю почему но почему-то в моем отряде демонисы очень счастливые фактически единственные счастливые воины у меня в отряде какие еще есть достопримечательности в этом мире мы сможем увидеть мир драконов в одном из квестов демон попросит нас помочь ему выбрать с каким юнитом пойти захватывать некий снежный мир я в этот момент кстати не понял к чему он клонит однако в будущем мне это аукнется я посоветовал взять ему циклопов собственно и ксиона у нее находится ключ от лабиринта и она бы с радостью нам его отдать но она хочет с нами сразиться ну и после этой битвы ее можно будет взять кстати в жены и даже не спрашивайте это иррациональное решение по лору кстати она наша последняя жена ну и нахуй в пизду этих демонов я ненавижу эти локации серьезно ну и кстати по поводу аукнется тот демон в итоге напал на гномов и мне придется его отпиздить ну и лабиринт хе-хе на входе я встречаю дракона который просит о помощи дело в том что их бывший король который когда-то требовал у эльфов жертвоприношения и он кстати судя по его рассказу ебанулся из-за солнечного удара некогда разделил свою душу на несколько частей и эти части ходят по лабиринту и терроризируют других драконов и их нужно отпиздить но знаете что я ебал вот серьезно чтоб вы понимали что это за лабиринт чтобы пройти в одну из его частей надо в один из проходов сначала войти а потом из него выйти и ты окажешься в другом месте я на полном серьезе я ебал это место даже не буду заморачиваться над этим квестом земли орков финишная прямая ни шагу назад за время собственно путешествия по этим землям я потерял часть своей армии но слава богу я храню часть армии в резерве ну и собственно в чем весь цемес и какую роль в этом играем мы придется начать с самого начала и так когда-то боги создали титанов однако титаны превзошли богов в некоторых вещах открыли некромантию смогли создать орков и конкретно титан Сет сделал загробный мир за это боги его наказали и собственно в этом мире его заключили Сету это ой как не понравилось и он думал о планах мести идея заключается в том что дочка короля это дар богов и когда она плачет черепаха на которой находится этот мир умирает соответственно Сет приказал ебанутому бывшему королю драконов который не умер оказывается спиздить эту девочку он же в свою очередь полетел к оркам и требовал чтобы они это сделали за него а пока они собственно эту девочку не спиздили жрал их по очереди орки поняли в какой жопе они находятся ведь с уничтожением мира в котором они живут им некуда будет пойти и собственно долгое время думали что ж блять делать решение пришло через какое-то время они похитили часть гномов которые могут собирать всякие штуки и сделали огромный ну что-то наподобие космического корабля и планировали на нем перелететь на другую черепаху а собственно тот орк который спиздил и натравлил на нас черепаху более мелкую планировал из этой мелкой черепахи вырастить черепаху на которой мог быть помещен мир орков как окажется в будущем это реально дочка той самой черепахи на которой находится наш мир и вроде бы все окей но тут появляемся мы и всем собственно пизда вообще на мой взгляд с орками в этом мире поступают как-то все по-свински смотрите сами когда-то их создали титаны потом случился какой-то срач у титанов и богов и что в итоге делают боги с орками гонят их земель в какую-то хер его знают куда вообще после чего через какое-то время появляется сначала один из титанов потом дракон и говорят что вот короче мы хотим уничтожить ваш мир типа выполните наши условия и потом ваш мир уничтожится ну типа вообще охуенно ну а мы летим на финальный бой мы прилетаем на голову черепахи и там же находим девочку и слава богу черепаха разговаривает голосом красного циника приветствую это шоу красного циника в результате всю дорогу девочка в основном не плакала а спала и пизда надвигающаяся нашему миру немного отдалялась но собственно тут на нас нападают мы всех раскидываем и победителями возвращаемся обратно радостный король назначает нас на должность первого в мире искателя других миров и игра заканчивается фух целый час следующие ролики будут несколько короче так как суть данного видео была в том чтобы просто показать чем точно является Kings Bounty я подумал что наверное самый лучший способ это сделать это просто пересказать что в ней происходит дальше это нам не понадобится Kings Bounty неплоха особенно хороша в ней музыка да возможно это не самое лучшее фэнтези есть в разы более лучшие представители жанра да возможно космические рейнджеры лучше но на мой взгляд эта игра тоже заслуживает внимания и она вполне себе хороша жаль что под конец все было просрано и да я ебал ваш левел дизайн ну серьезно блять кто ответственный за эти лабиринты тут блять просто пидор я не знаю потому что я не знаю это